Прикоснуться, чтобы увидеть. Более 10 лет в Национальной библиотеке имени Амурсанана работает отдел обслуживания инвалидов по зрению. До пандемии его посещали более 300 людей, сейчас же около 100. О том, какая работа проводится библиотекарями для обеспечения доступной среды, расскажет моя коллега Светлана Джиева. Ведет чайник, когда другие работают, но рубить товар. Со всем этим молодко справляются и краючи, даже не признавая их за обязанности. Послушать любимые произведения, пообщаться с друзьями с начала пандемии этой возможности многие были лишены. Особенно это сильно сказалось на людях с ограниченными возможностями здоровья. Инвалид по зрению Евгений Датеев, один из постоянных посетителей библиотеки, техникой чтения по азбуке Брайля, он овладел с детства. Мужчина рассказывает, что здесь действительно создана безбарьерная среда. Кроме того, он активный участник различных мероприятий. «Сотрудники библиотеки нам помогают, и мы тут тренируемся сами для себя. Кто-то мне подскажет от друзей, у меня тут друзья в других регионах, читатели тоже. И вот они мне говорят, вот такой-то, такой-то есть писатель, вот это возьми. На ВТР 7.15 у нас есть говорящие книги в интернете, а ВТР 7.15, библиотека Михайлова. Вот с этой вот нам помогают наши библиотекари, работники, они нам качают с интернета книги эти». Мир не стоит на месте. Сегодня незрячие могут свободно пользоваться компьютером, слушать фильмы, произведения, печатать тексты, говорит Татьяна Безземельная. У всех посетителей отдела есть своя папка на рабочем столе, куда сотрудники скачивают произведения. «В стенах этой библиотеки существует электронная библиотека, которая называется АВ-37.15. Она специально для незрячих людей. В ней насчитывается более 10 тысяч изданий различного жанра. Поэтому человек, который находится где-то далеко даже от столицы Калмыки, может зарегистрироваться и пользоваться, ну, это через телефон или через компьютер можно пользоваться и прослушивать книги по интересам. Помимо мероприятий, которые проходят здесь, мы часто выезжаем за пределы. Мы вот ходили в музей Хурула, где Саглара Николаевна нас сопровождала и мы, ну, разъясняла. То есть это была духовная просветительская работа. Это тоже влияет на духовный мир незрячих людей. Благодаря человеческому отношению и профессиональному участию работников учреждения Национальную библиотеку Амур-Санана можно назвать интеллектуальным досуговым центром для всех категорий читателей. Ее двери открыты для всех желающих. Наши читатели – это инвалиды по зрению, их родные. Это студенты и учащиеся, специалисты, работающие в области компенсации зрения, а также члены Калмыцкой региональной организации Российского общества слепых. Поскольку читатели наши очень разные люди, очень среди них много людей пожилого возраста, то и предпочтения, соответственно, очень разные. И они могут заказать литературу. Кто-то, Андрей Котляович, например, предпочитает историческую литературу, Евгений – фантастику. Татьяна сейчас тоже делала свои заказы, мы смогли их найти благодаря электронной библиотеке. Свободный доступ к библиотечным фондам и информации должен быть для всех равный, говорят сотрудники Национальной библиотеки. В отделе представлены алфавитные, систематические, топографические каталоги, картотека произведения, электронная копилка для специалистов, работающих в сфере компенсации зрения. Последние годы совместно с посетителями отдела активно ведется работа по возрождению калмыцкого языка. Проводятся различные тематические вечера с приглашением писателей и поэтов республики. Ведется аудиозапись на родном языке. А два года назад был создан шрифт Брайля на калмыцком языке. Те, кто владеет шрифтом Брайля, охотно знакомятся с богатейшей культурой калмыцкого народа. Светлана Джиева, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики». Светлана Джиева, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики» Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики»